В Сургуте строится завод по производству уникальной спецтехники. Бурмашины и вездеходы, которые не собирают больше нигде в мире, сейчас пользуются большим спросом. Бизнес сургутского предпринимателя Алексея Гринкевич расширяется. Сейчас компания не только ищет новых работников, но и обучает студентов местного колледжа, чтобы в дальнейшем трудоустроить их. Какие перспективы видит югорский производитель спецтехники, узнавала Мария Ливанян. Сначала делал для себя, а потом пошли заказы. Так в двух словах об идее производства вездеходов рассказывает сургутский предприниматель Алексей Гринкевич. Не хотелось ходить на рыбалку пешком, а по болотам на машине не проедешь. Уже в 2006-м производство для себя переросло в настоящий серийный выпуск высокопроходимого транспорта. Спустя 16 лет компания вышла на совершенно иной уровень. У нас изменился уровень. Если раньше мы там все по каким-то гаражей, там ряд гаражей выкупили, и вот там мы что-то делали, то сейчас это небольшой, но полноценный завод. И как бы ситуация меняется, вот сейчас людей набираем. Строительство началось в феврале, а уже почти полностью готовы несколько цехов. Здесь строят вездеходы, бурмашины, технику для деревообрабатывающей промышленности и многое другое. Сейчас предприятия развиваются, покупают новое оборудование, причем исключительно отечественное. С импортным практически не берем из принципиальных причин. Кормить надо своих ребят, не надо нам импортным, обойдемся. Тем более наши подтянулись по качеству, сейчас очень прилично. Вот кронбалку новую взяли, плазморез новую взяли, покрасочную камеру, все это российское. Не берем импортное, причем принципиально. Еще в декабре прошлого года уникальные машины предприятия были на 99% отечественными. Санкционное давление стало стимулом для поиска российских аналогов, чтобы заместить оставшееся импортное оборудование. В итоге нашли мониторы и приборы, ничуть не уступающие по качеству. Бульфер нового отечественного производства нашего, соответственно, здесь 100% нас, здесь 100%. Мы даже, что у нас было раньше, немецкие приборчики какие-то поменяли. В России, оказывается, точно такие же приборы делают. То есть приборные панели, очень прилично, очень прилично. Прям и подешевле заметно, причем. Качество хорошее получили недавно, вот поставили, работает все нормально. Компания Алексея Гринкевича производит машины, которых нет у других производителей в России. Некоторые вездеходы и вовсе единственные в мире. Отказ от импортной техники сказался и на продажах. Спрос вырос в полтора раза. Среди покупателей – крупные российские компании. Если нарисовать очередь людей, кто стоит с протянутыми деньгами, то отсюда, вот до того забора. Вот так вот. А вырастет просто? Конечно, в разы. То есть у нас мульчеры не успеваем просто делать, просто не успеваем делать. У нас серьёзные фирмы нефтяные, одни за одними. И, так сказать, энергетические компании подходят. Давай, 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 только давай, только успевай. Производство техники – семейное дело. Старший сын Алексея Гринкевича недавно получил машиностроительное образование и сейчас помогает отцу. Младший в этом году поступает в университет и тоже по профильной специальности, чтобы присоединиться к бизнесу. Как рассказал предприниматель, в перспективе он хочет наладить не только собственное производство техники, но и создать своё конструкторское бюро. Разрабатывать уникальные машины и передавать чертежи крупным отечественным заводам для более массового производства. Это поможет промышленности страны и позволит инженерам сургутской компании сконцентрироваться на том, что они умеют лучше всего – изобретение уникальных машин. Мария Ливанян, Сергей Коликов, Сургут, Интерновости.